Всем привет! Я снова с вами. У нас сегодня понедельник, дети ушли в школу. У меня появилось буквально минут 40-45 в свободном времени, и я решила записать новый блог. В моем сегодняшнем блоге я хотела рассказать о такой напасти. Я не буду ее называть болезнью. Это напасть, это определенная трудность в обучении, называется дислексия. Например, у нас в наших странах, в постсоветском пространстве, эту напасть разделяют дислексию, дисграфию, дезорфографию и так далее. На Западе это все объединяется в одну область, потому что обычно это идет в параллели. Что это вообще такое? Дислексия – это, в принципе, проблема с получением навыка чтения и письма. В основном чтение, да. Когда это все начинается? Заметить это можно, в принципе, еще на начальном этапе, когда дети начинают учить буквы. И тут может быть такое, что вы смотрите на вашего ребенка, все уже буквы выучили, а ваш просто вот на одном месте топчется, да. Он путает буквы, он не может их запомнить, он их переворачивает и так далее, зеркалит при написании. Путаются буквы, примерно похожие по написанию, например, П и Л и так далее. Значит, на этом этапе как бы уже можно, в принципе, определить, будет ли проблема дальше или нет. Но это как бы общие такие фразы. В основном все проблемы начинаются тогда, когда дети идут в школу. И тут вот уже все выстреливает по полной программе. Потому что дошкольники – это одно, а все-таки школьники – там совсем другие требования. То есть, если я про нашу образовательную систему сейчас говорю, если, скажем, ребенок по окончании первого класса не овладел навыком чтения письма, то при сохранном интеллекте, при абсолютно хорошей соображалке, можно говорить, что у ребенка есть дислексия. Что это такое? То есть, это, в принципе, проявлений много. Это и угадывающее чтение. То есть, когда ребенок угадывает слова в предложении. Замена местами или пропуск слогов. То есть, например, машина, читаем шина и так далее, там подобное. То есть, просто вот такие вот моменты, как будто, как видит вообще дислексик слова на бумаге. То есть, это такое впечатление, что вот просто бросили их горох на тарелку, да, и вот они так буквы разбросались по тарелке, и вот ребенок смотрит на них. То есть, смотрю в книгу, вижу фига. Вот из этой серии. Что делать? И вообще в чем причина? Причина до сих пор не установлена. Многие грешат на генетику. Многие говорят, что это взаимодействие межполушарное нарушено. У кого-то теория, что это что-то с мужичком. Есть еще теории, что зрение, оно не может... То есть, сигнал, нарушение сигнала и восприятия, да, при нормальном зрении, картинка считывается не так. Что на самом деле мы до сих пор не знаем, потому что никто пока, кроме теории, никаких не выдвигал. Одна еще теория такая, что это болезнь такая гениальных людей, что да, из-за того, что у дислексиков очень часто высоко развито образное мышление, воображение, то, соответственно, из них растут гении. Ну, я бы не сказала, что это как бы процент гениев среди дислексиков прям высочайший и так далее и тому подобное. Среди них это Альберт Эйнштейн, Маяковский, куча актеров там, Том Круз, Кира Найтли и так далее. Да, говорить о том, что дислексия – это прям вот путь к гениальности, я бы не стала утверждать. И еще одна статистика. В современном мире примерно 10% людей страдает дислексией. То есть, получается, что ребенок идет в первый класс, из 30 человек, 3 человека в классе будут дислексики потенциальные. Так что, в принципе, это такая довольно-таки распространенная проблема. И что, в принципе, стоит делать? То есть, это все, по крупному счету, соединено в логопедию. У ребенка есть какие-то логопедические проблемы. Это либо общее недоразвитие речи, либо нарушение фонетического восприятия. То есть, он может слышать совершенно другие звуки и воспринимать их по-другому. С этим, конечно, нужно бороться. Логопеды сейчас уже эту проблему знают. И, мне кажется, учителя уже наши наслышаны об этом. Мы живем в Англии. Здесь как бы с этим уже давным-давно работают. Здесь делают специальный тест на дислексию. И как бы помогают ребенку преодолеть этот рубеж. Что я делала в наших домашних условиях, чтобы помочь Лукаше развиваться? Потому что дислексия у нас тоже есть. У нас и дислексия, и дисорфография, и дисграфия, и так далее. Дискалькулия – то же самое. То есть, он зеркалит. Вообще, у нас было сначала… Мы долго учили буквы. Единственное, что нам помогло очень сильно, я скажу. Началось все вообще с баловства на тарелке. Сейчас скажу смешную вещь. Но это очень сильно помогло. Он ел макароны, такие вот перья. И мы, так как мы до этого делали буквы, учили. Все очень пошло не так. Все как-то прям тяжело-тяжело. И тут он, видимо, как-то сам сказал, О, это похоже на букву П. И я такая прям схватилась за этот момент. В общем-то, мы начали складывать буквы из макарон. Сначала на тарелке, потом просто брали сухие макароны, на картонный лист клеили их. То есть, буквы мы выучили так. Также еще нам очень помогало вот на этом этапе. Он очень любит лего. У нас есть такие большие пластины. То есть, большие кубики лего, да, мы могут быть еще крупнее. Ну, это нормальный размер. То есть, это очень легко его взять, оторвать и поставить. Также мы учили буквы именно таким способом. То есть, из лего мы клеили, лепили эти буквы. У нас еще был такой интересный конструктор. Это такие шарики-липучки мягкие. То есть, из них мы тоже лепили какие-то буквы. Даже писали маленькие слова. Тоже очень сильно помогало. Дальше нам у нас вот в нашу помощницу по образованию входит вот такая доска. Доска – это мы пишем на ней обычным маркером. То есть, ребенку, когда было трудно писать на бумаге, здесь как-то проще эти буквы писать. Мы на ней также лепили пластилином. Что только мы на ней не делали. То есть, чтобы как-то вот визуализировать картинку. У людей, у дислексиков очень хорошо развито объемное мышление. Поэтому им нужно как можно больше визуализации. Когда мы буквы выучили, у нас началась другая проблема. Это слоги, составление их как бы в слова. Вот здесь вообще мы просто буксовали по-черному. До сих пор у нас подход к изучению, то есть, к пониманию и прочтению новых слов состоит только в том, чтобы выучить их вот в таком виде. То есть, он не умеет их соединять. Вот мы учим просто слова, как они есть. Да, вот полностью слово. И учим. Еще. Еще есть такие вот моменты у нас. Вот нам очень хорошо помогали такие логопедические карточки. То есть, картиночка, название. Если это просто взять вот так, и это будет напечатано на бумаге, Лука может это слово прочитать вот так. Это совершенно другое слово. Что я делаю в таком случае? Я закрываю последние буквы, и он видит первую букву, с чего начинается. Дальше я открываю все по очереди. То есть, он видит и читает потихоньку, и доходит до конца. Потому что, если показать ему слово, и вот такое оно на бумаге стоит, то он может его прочитать как угодно. Он может его прочитать ойл и так далее, как угодно. Я закрываю вот эти вот последние буквы. У нас, получается, первый он сразу скажет, с какой буквы начинается. Дальше вот так вот я... Вот так у нас идет чтение. То есть, так же у нас идет и чтение предложениями. Мы как бы открываем, вот так вот я беру. И каждое слово, да, я закрываю и открываю его, чтобы у него не было, чтобы глаза не разбегались. Нам очень хорошо еще помогают вот такие вот логопедические пазлы. Здесь можно складывать любые предложения. Это тоже очень как бы ему нравится, и мы с удовольствием занимаемся. Что еще я хотела сказать? Ну, последнее, что, наверное, скажу, что тоже вот такого плана логопедические карточки, в которых можно писать маркером, который стирается, да, то есть просто копирование этих слов, это тоже очень-очень нам прям вот тоже хорошо помогает. И он запоминает, как это, во-первых, пишется, потому что, будучи таким тяжелым дислексиком, ему, конечно, тяжело все это. Если он даже может прочитать слово, то он потом его иногда не может написать. То есть он буквы помнит, например, слово «кот», да, а он может его написать «кто» или «ток». То есть буквы он все помнит, какие в этом слове есть, но он может написать в разной последовательности. Поэтому мы только делаем вот так. Читаем, пишем, да, и это по нескольку раз. То есть это не раз, потому что у дислексиков еще есть такая особенность, что даже зная правила чтения, правила орфографии и так далее и тому подобное, это не значит, что они их применяют на практике. И еще последний момент. Ну, так как у нас в нашей проблеме дислексии, это я считаю, что там куча всяких мелких проблем, это наши неврологии и так далее и тому подобное. Кстати говоря, раньше дислексию считали одной из форм аутизма. Это совершенно не так. Это вообще никак не связано с аутизмом. И дислексики очень талантливые и умные люди. Но вот есть такая специфическая проблема, которая, наверное, порождена нашим таким информационным сейчас веком, что больше информации, больше надо читать, больше надо уже никто не обращается. Вот мне, кстати говоря, кажется, что аудиокниги еще очень могут хорошо сыграть на руку дислексиком. Например, мы читаем какую-то маленькую книгу и включаем потом аудиокнигу или читаем вместе. То есть в зависимости от того, какой уровень у ребенка. Если это начальный уровень, то, пожалуйста, впрягайтесь. Если уже ребенок постарше, мне кажется, когда это услышится и видится, это совсем другое, другое восприятие. Поэтому помогайте вашим детям, все будет хорошо. Я, кстати, в конце хотела рассказать такую маленькую историю. Это в прошлом году мы были на литературном фестивале вместе с классом, с Лукашиным. И там была женщина, очень известный английский автор. Я сейчас не помню ее фамилию и имя, но она пишет кучу детских книг. И она рассказывала как раз-таки про свою проблему. То есть тетеньке, ну, ей лет, наверное, 60. Соответственно, она училась в такой вот, в таком британском, строгом английском стиле. Ее выгоняли из школы, из одной школы в другую. Она говорит, я не задерживалась ни в одной школе больше шести месяцев. До 13 лет она не умела читать и писать, кстати говоря. Но она говорит, что так как мне было заняться нечем, я там сочиняла что-то в голове. У меня были постоянно какие-то картинки возникали и так далее. То есть она стала известным автором, да, автором детских книг. Она шикарно пишет, и я к чему говорю, что у нее не было возможности ей помочь тогда. Сейчас у детей есть. Эту проблему стали поднимать, эту проблему стали замечать и так далее. Сейчас у детей есть возможность получить помощь квалифицированную. И родители, пожалуйста, не считайте, что если ваш ребенок там не успевает в школе, не записывайте его, дурачки, да, у вас ребенок может быть совершенно самый умненький в классе. Просто ему нужно толкнуть и помочь в определенной, в определенном предмете. Так что не опускайте руки, все будет хорошо. Подписывайтесь на мои дальнейшие блоги, ставьте лайки. Еще будет впереди много интересного. Всем пока, хорошей недели!